Вероубеждение и след ее в исламской умме. Я говорю, в первую очередь нам необходимо понимать, что такое акида. Акида – это то, в чем сердце убеждено из веры и убежденности, и из того, во что необходимо верить. А это – вера в Аллаха, в его ангелов, в его писания, в его посланников, в судный день и в предопределение с его добром и злом. Это и есть убеждение, которое назвал таковым шейху ль-исламе внутаймея, да помилует его Аллах. Убеждение спасшейся победоносной группы вплоть до наступления судного дня. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил это, когда ангел Джибриль спросил его об имане. Он ответил, чтобы ты уверовал в Аллаха, в его ангелов, в писания, посланников и в последний день, а также в том, чтобы ты уверовал в предопределенность как хорошего, так и плохого. Вера в Аллаха включает в себя веру в то, что Он – Аль-Хай, вечно живой, и Аль-Кайюм, самодостаточный, вечно живой, который не умирает, управляющий всеми делами, тот, в чьей руке власть над каждой вещью, тот, которому мы должны поклоняться и не ослушиваться его и благодарить его. И не отрицать его милость. Вера в его исключительность, Аль-Улюхия, на которой построен Ислам, в соответствии со словами пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ислам основывается на пяти столпах, на свидетельстве о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Совершение молитвы, выплате закята, соблюдение поста в месяц Рамадан и совершение хаджа к заповедному Дому Аллаха – это вероубеждение, Аль-Улюхия, является обязательным для исламской общины согласиться между собой относительно этого, а также посмотреть на то, что происходит во всем мире. Реализовали ли мусульмане это, или же у них присутствует Мага Божия, которое делает его, Аль-Улюхия, недействительным. И первым, кто должен начать это исправление – это именно вот эта лига, Лига Исламского мира. Поистине, некоторые представители этой мусульманской общины в некоторых странах мусульман занимаются тем, что делает тщетным эту сущность. А это свидетельство – нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. У них присутствует поклонение кому-то иному, помимо Аллаха. Обращение с просьбой о помощи к мёртвым, просьба у них о помощи в трудных ситуациях. И это известно тому, кто видел или слышал об этом, и является обязательным для общины объединиться для отрицания и непризнания этого Мага Божия и разъяснения истины относительно этого вопроса. «Вера в Аллаха включает в себя веру, что Он один в том, что исключительно принадлежит Ему из имён и атрибутов. Нет никого подобного Ему, и Он слышащий и видящий. У Него есть прекрасные имена и возвышенные атрибуты, о которых известно из книги Аллаха, из сунны Его посланника, да благословит Его Аллах и приветствует. И убеждение в этом вопросе ясное, правильное, разъяснённое. Нет в нём смятения и нет в нём тягости. И это то, на чём были сподвижники посланника Аллаха, да благословит Его Аллах и приветствует. Поразмышляй же о том, на чём были сподвижники, да будет доволен имя Аллах в вопросах имён и атрибутов Аллаха. И ты найдёшь, что они в предельном сочетании с текстами Корана и Сунны. Они не приступают их границы и не делают упущений. Подтверждают то, что подтвердил Аллах для себя из имён и атрибутов на истинном смысле. И отвергают то, что Аллах отверг от себя из описаний на истинном смысле. Единство исламской общины на этом принципе, и это подтверждение того, что подтвердил Аллах для себя из имён и атрибутов, и отвержение того, что Аллах отверг от себя из атрибутов, это крайне важное дело. Так как это связано с Создателем, с тем, кому поклоняются. Если община разделится в этом, то это означает, что она разделилась в том, кому она поклоняется, и в том, что принадлежит ему из имён и атрибутов. Обязательно для органов, ответственных за исламскую общину, стараться объединить эту исламскую общину на этой основе, для того, чтобы она не разделилась и не отклонилась. И пусть будет доволен, кто хочет, и негодует, кто хочет. Невозможно, чтобы община объединилась в то время, как она разделилась относительно того, кому она поклоняется. Поэтому необходимо, чтобы было согласие относительно того, на чём были сподвижники, да будет доволен имя Аллах, в вопросах, касающихся имён и атрибутов Аллаха. Возможно ли общине объединиться в то время, как она разделилась относительно того, кому она поклоняется? Над небесами ли он или на земле? Отделён ли он от своих творений? Возвышен над ними? Или он смешан с ними там, где они находятся? Это невозможно. Так как есть огромное различие между тем, тем, кто убеждён, что тот, кому он поклоняется, возвышен над всем, и тем, кто убеждён, что тот, кому он поклоняется, находится в каждой вещи? Разве может быть согласие с подобным разногласием? Я считаю, что в этом вопросе должно быть точное исследование и должны быть созданы комитеты, имеющие знания в этом вопросе, где будет выявлена ясная, правильная методология, на которой были сподвижники, да будет доволен имя Аллах. Пришло в известном хадите Абу-Разина аль-Укайли, что Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сообщил о том, что Аллах благословен, он и возвышен, смеётся. Сподвижник спросил, о посланник Аллаха, наш Господь смеётся? Пророк ответил, да. Сподвижник сказал, «Мы не лишимся блага от Господа, Который смеётся». Этот человек успокоился и уверовал и построил дальше на этой вере то, что вы слышали, то есть, что он не лишится блага от Господа, Который смеётся. Поэтому необходимо нам согласиться на этой сущности, то есть, на подтверждении того, что Аллах подтвердил для Себя из имён и атрибутов на истинном смысле, без какого-либо отклонения или уклонения. Кто-то может спросить, когда мы начинаем уделять внимание вопросам вероубеждений, появляется разногласие. Но я отвечу, если учёный стремится найти истину, то никакого разногласия не будет. у всех мусульман должно в первую очередь стоять стремление к истине, кто бы её не высказывал. Истину нужно принимать от любого человека, который её высказывает. А ложь нужно отвергать, кто бы её не высказывал. Аллах Всевышний сказал о многобожниках. Когда они совершают мерзость, они говорят, «Мы видели, что наши отцы поступали таким образом». Аллах повелел нам это. Скажи, Аллах не велит совершать мерзость. Аллах отверг ложь, которую они высказывали, но промолчал об истине. В качестве оправдания они привели две вещи. Во-первых, они нашли на этом своих отцов. А во-вторых, Аллах повелел им поступать так. Аллах отверг вторую причину и сказал, что Он не велел такого. Но Аллах не обвинил их во лжи за первое оправдание, ибо они действительно нашли на этом своих отцов. истину нужно принимать от каждого, кто ее высказывает. Также исламская община не должна обзывать друг друга оскорбительными прозвищами. Например, сейчас говорят о некоторых людях. Они из такой-то секты, а эти из такой-то секты. Исламская община должна быть единой. Мусульмане должны все вместе схватиться за верфь Аллаха и не разделяться. Если кто-то обвиняет кого-то в чем-то, то нужно сесть и разобраться. Соответствует ли это обвинение действительности? Вера в Аллаха включает в себя необходимость довольства решениями Аллаха и его предопределением. Иногда человек бывает доволен происходящим, а иногда нет. но в любом случае он обязан быть доволен постановлением Аллаха. Человек должен быть убежден, что постановление Аллаха это истина и мудрость. Например, Аллах постановил, что творения разделятся на две группы, верующие и неверующие. Мусульманин должен быть доволен этим решением. Мы должны знать, что в этом есть мудрость. Если бы не было неверия, то люди бы не поняли сущность истинной веры. если бы не было мерзостей, то люди бы не познали красоту прекрасного. Суть вещей познается в сравнении. Ни один человек не имеет права порицать предопределение Аллаха. Аллах сказал, «Он тот, кто сотворил вас. Среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие. Но мы должны стараться направить неверующего на прямой путь, по мере наших возможностей». Аллах сказал, «Тот, кто последовал прямым путем, поступил во благо себе, а тот, кто впал в заблуждение, поступает во вред только себе». Также мы должны быть довольны шариатом Аллаха. Мы должны быть довольны тем, что Аллах запретил то-то и то-то, вменил в обязанность то-то и то-то. Мы должны быть довольными этим и должны уверовать в это, чтобы наша община была единой, чтобы в ней не было раскола. Мы должны вместе призывать к одобряемому и вместе удерживать от порицаемого, выполняя повеление Аллаха. Аллах сказал, «Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими. Не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие мучения». Этот аят ясно указывает на то, что если община перестанет призывать к одобряемому и перестанет удерживать от порицаемого, перестанет призывать к благу, то она разделится. Именно так и происходит в действительности. Если ты увидишь, как человек совершает порицаемое и не запрещает совершать его другим, то ты видишь, как он противоречит твоему пути и появляется разногласие. если ты увидишь, как человек, например, не совершает обязательные молитвы в мечети, но промолчишь, то он продолжит поступать таким образом, и между вами возникнет разногласие. Вера в ангелов также относится к основам вероубеждения. Вера в ангелов, которые имеют различные полномочия и занимаются различными делами. Вера в ангелов относится к основам вероубеждения, с которыми пришёл шариат. Мы верим, что ангелы не отступают от повелений Аллаха и выполняют всё, что им верено. Мы верим, что у каждого из ангелов есть определённая миссия, которую Аллах повелел выполнять. Ангелы относятся к скрытому миру, а мы обязаны уверовать в сокровенное. Также мы обязаны уверовать в Писание, которое Аллах не спасал своим посланникам. С каждым посланником Аллах не спосылал определённое Писание. Аллах Всевышний сказал, «Мы уже отправили наших посланников с ясными знамениями и не спослали с ними Писание и весы». А также люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями, не спослал вместе с ними Писание с истиной, чтобы рассудить людей в том, в чём они разногласят во мнениях, в чём они разошлись во мнениях. Мы должны знать, что все предшествующие Писания отменены после неспослания этого Корана. В суре Аль-Маида Аллах сначала упомянул Тору, а затем Евангелие, а затем этот Коран и сказал о нём, «Мы не спослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних Писаний и для того, чтобы оно свидетельствовало за них». Коран отменил все предшествующие Писания. Если что-то из прошлых Писаний соответствует истине, то оно есть в Коране. А если что-то из них противоречит Корану, то оно отменено и посредством этого уже нельзя поклоняться Аллаху. Также мы должны остерегаться того явления, которое появилось в наши дни. Его именуют единением религий. Появление этого явления — великая порицаемая вещь. Кто призывает к этому, тот будто бы говорит, что предшествующие религии до сих пор действительны, и Аллах принимает их и бывает доволен ими. Это опасное явление. Мы никак не сможем объединить религии. Религия иудеев и религия христиан по сравнению с шариатом Аллаха подобно всем остальным ложным религиям. Эти религии не будут приняты им. Аллах Всевышний сказал, «Сегодня я ради вас сделал полноценной вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам». Также Аллах сказал, «От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято». Как же после этого мы можем думать об объединении религий? Данная идея в корне противоречит шариату Аллаха. Христиане не уверовали в пророка Мухаммада да благословит его Аллах и приветствует. Как же мы можем объединиться с ними в религии? Иудеи отвергли пророчество Исы, поэтому Аллах Всевышний сказал, иудеи сказали, христиане не следуют прямым путем, а христиане сказали, иудеи не следуют прямым путем, все они читают Писание. Христиане и иудеи обвиняют друг друга в отсутствии религии. Посредством исламского шариата Аллах отменил все предыдущие религии. Разве мы после этого можем сказать, что они тоже следуют прямым путем? Нет, они не придерживаются истины. Иудеи послушайте, послушай достоверный хадис от пророка да благословит его Аллах и приветствует. Он поклялся и сказал, какой бы иудей или христианин не услышал бы обо мне, а затем умер, не уверовав в то, с чем я пришел, он непременно окажется одним из обитателей огня. посмотри, посмотри, услышал о пророке, да благословит его Аллах и приветствует, то это уже является доводом, установившимся над ним. Как же мы позволяем себе даже просто говорить об объединении трех религий? Я скажу, религия иудеев не является религией у Аллаха, даже если они считают ее истинной религией. То же самое касается и религии христиан. Она не является религией у Аллаха. Даже если они считают ее истинной религией. Призыв к объединению религий это призыв отвратительный и у него нет никакой цены. Исламская община должна быть должна быть едина в этом вопросе. Мы ни в коем случае не должны впадать в изумление от так называемого мирского прогресса христианской или иудейской общины. когда мусульмане когда мусульмане придерживались истины и были едины. Они одолели самые великие общины в их время. Аллах победно завершает свое дело. Слово Аллаха превыше всего. Вера в посланников также относится к вопросам вероубеждения. Мы обязаны уверовать в каждого посланника, которого Аллах посылал к творениям. Мы должны знать, что каждый посланник приходил с истиной. Но следовать мы должны именно за последним посланником Мухаммадом на благословит его Аллах и приветствует. Если законы предыдущего посланника совпадают с законами нашего посланника, то мы следуем за ними. А если они противоречат законам нашего посланника, то мы оставляем их. Все мы знаем, что мы уверовав в Мухаммада да благословит его Аллах и приветствует, уверовали во всех посланников. Если же человек не уверовал в Мухаммада, то он является неверующим в каждого посланника. Он является неверующим даже в своего посланника, о следовании за которым он заявляет. Именно поэтому Аллах Всевышний сказал, народ Нуха счел лжецами посланников. Вообще то Нух был первым посланником, которого Аллах послал к людям. Его соплеменники называли его лжецом, а Аллах сказал, народ Нуха счел лжецами посланников. В действительности к ним приходил только один посланник. Нух мир ему. Но если человек не уверовал хотя бы в одного посланника, то он считается неверующим во всех посланников. вера в последний день должна заставить общину объединиться. Каждый, кто боится судного дня, обязательно будет поступать так, как велит шариат. Аллах сказал, бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху, тогда каждый человек сполна получит то, что приобрел, и с ним не поступят несправедливо. Вера в последний день заставляет человека поверить посланникам, выполнять их приказы и остерегаться того, что они запретили. Если бы не вера в судный день, то никто из людей никогда не совершал бы ничего благого, если только это не соответствовало бы его страстям. Если исламская община по-настоящему уверует в судный день, то она обязательно объединится, а ее нравы, поклонения и взаимоотношения придут в порядок. Вера в последний день включает в себя множество вещей. Шейх в книге Аля-Кида Аль-Васития упомянул правила и сказал «Составной частью веры в последний день является вера во все сообщения пророка да благословит его Аллах и приветствует касающиеся того, что будет после смерти». Также для объединения исламская община должна уверовать в предопределение всего хорошего и дурного. Ни от кого не сокрыто, что в этом вопросе люди разделились на три группы. Есть люди, которые проявили чрезмерность в утверждении предопределения. Есть люди, которые проявили упущение в утверждении предопределения. Есть люди, которые заняли золотую середину. все эти группы в этом вопросе обязаны объединиться на том, о чем говорит исламская религия, с которой явился Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. «Если мы должным образом уверуем в шесть столпов веры, то наши сердца наполнятся любовью и уважением друг к другу. только в этом случае мы последуем за теми, кто уверовал в эти шесть столпов должным образом. Я имею в виду сподвижников. именно тогда остальные общины начнут испытывать трепет перед нами. Но, к сожалению, люди впали в разногласия и разделились. Веление Аллаха непременно исполнится. Я прошу Аллаха, чтобы Он объединил нас всех на истине и даровал нам свою милость. Я прошу Аллаха, чтобы Он сделал нас предводителями, идущими по прямому пути. Я прошу Аллаха, чтобы Он сделал нас праведными и исправляющими других. Поистине, Аллах над каждой вещью мощен. Я очень сильно надеюсь, что это ваша ассоциация. Будет способствовать объединению общины на истине. Все должны смотреть на вопросы, разногласия между мусульманами взглядом справедливости, чтобы получить желаемые плоды. в заключении я благодарю нашего брата доктора Абдуллаха ибнуль-Халлида ибну Убейда, из-за приглашения которого произошла данная встреча. Затем я благодарю каждого, кто участвовал в организации этого союза. служителя двух почетных святынь, который подарил нам это просторное здание. это указывает на его заботу о том, что приносит пользу мусульманам. Мы просим, чтобы Аллах оказал ему свое содействие и исправил его окружение. Поистине Аллах способен на каждую вещь.